Именно поэтому на самом деле многие говорят, что низкоинтеллектуальные люди чаще-меньше болеют неврозами, и это правда. То есть неврозы, как правило, это болезнь людей чуть больше интеллекта, ниже среднего, потому что развитый неокортекс вызывает противоречия. Слишком много критического противоречия в неокортексе. Они говорят, что семья важна, а тут что подумают. Понимаете, для какого-то человека с низкой социальной ответственностью, ну все равно, что скажут, ну не понравится, ну окей, ну закопаем, ну что, ну да, как бы помолимся, салат съедим, ну мало ли что они хотят. У них просто все, у них нет неокортексе противоречий. А вот высокоинтеллектуальная образованная женщина с академическим образованием и законченной в сальфеджио, она говорит, как это так? Ах, я вот с одной стороны должна быть такая утонченная, аристократичная барышня, а с другой стороны я хочу, чтобы меня семеро, как же это помирить, боже мой. Да. И вот она не может, ее неокортекс слишком развит. Поэтому классик написал произведение «Горе от ума». Вот. И это на самом деле так и есть. Неврозы от ума чаще всего. Да, бывает, что люди немножечко специфически развитые, и они тяжело доходят до каких-то вещей, но все равно невроз – это всегда показатель, что у вас уже с интеллектом лучше, чем обычно. Да, потому что невроз – это точка роста вашего неокортекса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.